Донецк Саханка, Дзержинская, Коминтерная, Октябрь, Ленинская. Саханка, Дзержинская, Коминтерная, Октябрь, Ленинская, Октябрь, Ленинская, Октябрь, Ленинская. Саханка, Дзержинская, Коминтерная, Октябрь, Ленинская, Октябрь, Ленинская, Октябрь, Ленинская. Всего на провокацию выделено 174 боеприпаса. Для артиллерии 152 и 122-мм по 20 снарядов, 40 снарядов градом, для танков 30, остальные это 120 и 82-е мили. Из них 48 переданы по разделениям в дислоцированном в районе саду вблизи Авдеевской промзоны. Обстрел украинским командованием населенного пута Авдеевка планируется совершить по аналогии с обстрелом населенного пута Красногоровка, выбрав тоже два направления огня. Одно северо-восточное, второе южнее города. Мы не исключаем, что украинское командование планирует повторить свою провокацию и против жителей населенного пута Красногоровка с разницей в 1-2 дня относительно готовящихся обстрелы города Авдеевки. В этих целях в зону ответственности 72-й и 92-й бригад прибыли съемочные группы украинских телеканалов, а также работают военные корреспонденты пресс-центра штаба АТО. Согласно полученному данным штаба АТО, украинское командование довольно результатами своей провокации с обстрелом населенного пута Красногоровка. В результате которой разрушена гражданская инфраструктура и пострадали мирные жители, за исключением гибели военнослужащих полка АЗОВ. В результате чего было командование вооруженной силы Украины, инициировано закрытое внутреннее разбирательство. В материалах предварительного расследования комиссии штаба АТО говорится о 23 разрывах в черте города. Из них только 9 воронок с юго-восточного направления, выпущены с позиции 1-го батальона 92-й бригады. Остальные разрывы пришлись в результате применения артиллерии и реактивных систем залпового огня с полигона 92-го бригады в районе населения Пута Курахова. Именно с позиции на полигоне был поражен временный пункт дислокации полка АЗОВ и ряд гражданских объектов. При этом важно отметить, что представители ОБСЕ подтвердили только те разрывы, которые были получены в результате обстрела с позиции 1-го батальона 92-й бригады. Это имеется в виду Смаринки. Расположены юго-восточные населения Пута Красного Воровка. Проигнорировав разрушения, полученные от применения РСЗО «Град». Мы не исключаем, что украинскому командованию удалось обмануть международных наблюдателей. Также мы не исключаем, что представители миссии пошли на уступки украинским преступникам и не стали обнародовать доказательства применения по городу запрещенных вооружений из района Курахова. И в заключении хочу остановиться на геноциде свиней, который меняется нашим подразделением, якобы при обстреле двух свиноферм на территории под контролем вооруженной силы Украины. Мы понимаем, что свиноферма – это лучшее место для дислокации украинских подразделений. Тем не менее, нанести ущерб данным критически важным объектам мог только факт проживания украинских националистов на их территории. Тем более, что свинофермы перестали функционировать с момента заезда туда элитных подразделений ВСУ в 2014 году. Мне кажется, что украинское командование такими сообщениями просто пытается выбить у местной администрации деньги на благоустройство своего жилища в свинарнике.